Всех приветствую! Продолжаем рассматривать описание к работам из книги Великие Музеи Мира. Неизвестный автор в Хатракале восходящим солнцем. Индия, штат Химачал Прадыш, Нурмур или Индия, штат Джаму и Кашмир, Башолли. Около 1670 года бумага, непрозрачная акварель, золото и серебро, 22 на 21. В индуистской мифологии великая богиня с древнеиндийского Деви, богиня, жена бога Шивы. Она представит в двух образах. Добром и милосердным Парватти и грозным воинственным Дургайли Кали. Считается, что Хатракале победила демона Дарука в сражении и освободила мир от зла. В честь этой победы в ее храме проходит празднество поклонения ей как дочери Шивы. Он сотворил великую богиню из третьего глаза на своем лбу, чтобы победить демона зла. Мантра Восьмистишья описывает в Хатракале многими эпитетами, порой взаимоисключающими, несущие освобождение своими ужасными раскатистым смехом, держащие меч, прибежище трех миров, носящие кости, как украшения, сияющие многими цветами, со смеющимся ликом, огненно-красными волосами, чьи острые нахмуренные брови раздуваются, как змеиная шея капюшон, ну и другими эпитетами. Филадефийский образец – первая страница из манускрипта «Тантрик Деви». Богиня предстает в центре блестящего лучезарного шара – солнца, в образе победительницы. Само солнце обрамлено храмовым портиком, что указывает святилище в честь Деви. Многие ее характеристики, данные в мантре, обрели здесь видимые формы. Демон повержен, богиня попирает его ногами. В индийском искусстве эта тема во множестве живописных вариантов проходит через века и находит выражение в наше время. Примечательно сходство визуального воплощения идеи победы добра над злом в индийском и христианском искусстве. В последнем известен иконографический тип Дева Мария – Царица Небесная. Богоматерь попирает дьявола. По Библии Бог сказал дьяволу, змею, «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Вот такое описание из книги «Великие музеи мира» к работе неизвестного автора Пхат Ракали «В восходящем солнце» около 1670 года. Пока-пока, до свидания. Узнали что-то новое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok